день добрый по новейкой шамподарства и так будем продолжать наши лекции по поводу коробок трансмиссии по поводу их устройства так называемая серия цикл лекции трансмиссии на пальцах вот и сегодня поговорим про механические коробки передач я не знаю на самом деле почему я делал лекцию потому что на самом деле все про коробки механические давно известно все про них все хорошо знают тем не менее судя по комментариям которые иногда проскакивают про ролики под роликами про вот эти коробки наверное поговорить все-таки стоит будем краткими на самом деле постараемся это сделать как можно быстрее вот тем не менее уделим внимание основным аспектам основным таким сложностям и особенностям конструкции которые не все понимают для начала начнем с того что современные коробки достаточно сильно трансмиссии сильно отличаются от того что было еще скажем так 80 70 все изменилось радикально именно из-за того что моторы начали совершенствоваться потому что трансмиссии коробки идут собственно за моторами вот и а как бы в догонку за ними и коробки перетерпели трансмиссии перетерпели серьезные изменения вообще механическая трансмиссия конечно это самое распространенное самое на самом деле известная такая вот повсеместно скажу так употребляемые устанавливая на автомобиле тем не менее у нее есть ряд огромных проблем о которых все хотел кстати поговорить почему собственно говоря и начали появляться автоматические коробки вариаторной коробки роботы кулачковые коробки синхронизальные коробки и так далее так далее именно дело в том что конструкторы инженеры мы пользователи в том числе всячески старались как-то уйти от минусов от проблем именно механических коробок ну первая проблема механических коробок которая известна была очень очень давно это синхронизация да вот этот тот самый помните был двойной выжим это первая попытка синхронизировать эту коробку при помощи двойного выжима потом были конечно синхронизаторы то с чем наклоню да опять же есть куча странных вообще мнений суждений что синхронизаторы там чуть ли не пластик и у кого-то ставить на самом деле они всегда были латунными всегда были из этих вот мягких сплавов они всегда принципе на всех коробках практически одинаковые вот могу привести в пример свою коробку как видите вот этот самый синхронизатор вот так он выглядит на обычной корейской коробки участна просто межсезонья она меня перебирается готовится следующим сезоном ревизия всех этих узлов трансмиссии обязательно при подготовке к спортивным мероприятиям вот поэтому межсезонья эта коробка перебирается нужно прошла 130 тысяч километров никаких серьезных здесь действий делать не пришлось проверили поменяли один опорный подшипник потому что не появился небольшой люфт но все-таки сезон впереди поэтому хочется максимальная надежность чтобы было чтобы не пришлось это дело по ходу пьесы по ходу соревнований где-то на лету на коленке это дело спешно и экстренно перебирать поэтому вот мы развали посмотрели вот так выглядит коробка вот а скризатор как понимаете да они обычно делаются из такого металла это главная проблема всех современных коробок потому что во первых они всегда идут из мягкого металла не это делает это накладывает серьезные ограничения на типы применяемых масел вот потому что синхронизаторы мгновенно могут начать разрушаться если масло бы слишком агрессивным вот поэтому мосты допустим льется масло gel 5 а в коробке обычно не больше чем же ли 4 потому что это проблема синхронизаторов она серьезная если будете ли сюда слишком агрессивное масло этих синхронизатором из этих мягких металлов быстро придет в пушной зверек очистили заторка что очень мягкие они несут на себя большую нагрузку они выравнивают скорости вращения пока вы переключаете передачу не выравнивают скорости вращения шестерен но они же делают переключение достаточно медленно что критично для автоспорта это является серьезной проблемой и если вы пытаетесь достаточно жестко и агрессивно переключать передачи и на синхронизаторы и уходят из строя первыми вот это большая большая проблема современных механических коробок собственно почему в спорте от них и начали уходить почему появились секвентальные коробки почему появились кулачковые коробки и почему потом появился все-таки робот за сцеплением потому что именно та проблема которая вызывалась этими вверх одна пролеза там и решалась вторая проблема синхронизатором привносилась из-за них и переключение получались достаточно медленными потому что сам синхронизатор не позволял включить ну как быстро ну вы представляете в городе конечно при гражданском движении вас вообще принципе не касается вас любое приключение сверхмедленное вопросов нет но если пытается переключаться на время быстро это важно на треке это важно каких соревнованиях это важно даже тоже дрэги самая банальная примитивно что могли подумать зрители наверное и подумали правильно сделали вот и там конечно синхронизатор это просто беда и с ними чудет нельзя любая кулачковая секретальная коробка переключается в разы быстрее и когда собственно применялись эти вот кулачковой коробки начали спорте приняться они решали эту главную проблему это скорость переключения это всегда была серьезной бедой и собственно эту беду решали именно такими коробками вторая следующая проблема механических коробок это мы еще не подходим маховика вы лежат вы ждете когда расскажу сейчас расскажу про сцепление поговорим то что лежит не на столе вот встречи проблема механических коробок про которую все много часто забывают это отсутствие принудительной смазки то есть опять же с этой проблемой успешно решали во всех других типах вообще трансмиссий но механическая коробка под по традиции почему-то но да это собственно даже достаточно дешевая все по сегодняшним меркам стала коробкой никто не пытается развивать тупиковую считается ветви никто не в это не пытается ничего там выдумывать потому что ну смысла в этом никакого не имеет потому что ресурсы в принципе всех устраивает и специально бороться за его расширение никто не собирается ну кончится в основном опорные подшипники или там шестеренка нам пошли 5 передачи да ну никому никакого дела нет ну то есть как вы понимаете да то есть повышенный износ дальних от верхних передач которые достаточно имеют большие передачи отношения и из-за того что диаметр шестерен них очень разное соотношение они очень сильно отличаются из-за этого получается проблема что масло разбрызгана просто не долетает и когда вы едете на 5 передачи то шестеренка который должна цеплять масло в картере коробки передач она очень маленькая но не просто не цепляет вот и получается что есть вот есть на какой-то высшей передачи на таких очень будут таких передач даже повышающих передач на числах то масло разбрызгали никуда не долетает на просто лежит тихонько и никуда не разбрызгивается на таких передачах потому что зацепление очень маленькая шестеренка она просто не достает до уровня масла ничего нет самой не происходит а принудительной подачи в коробке нету и многие коробки это началось на самом деле это началось где-то с ранних 90-х конца 80-х когда начали ставить вот эти е-передачи да то есть все все механические коробки изначально были до начальному там 3 4 ступенчатые вот сначала 3 потом 4 4 это было очень масса очень долго вот и потом начали где-то вот конец 80-х начало 90-х ставились ставились е-передачу так называемый было 5 передача то есть 4 было сюда прямой считалось этого достаточно да действительно передачи достаточно всегда вот выше передач было прямой в коробках это была базовая функция коробок передач вот чтобы можно было раздеть максимальную скорость она рассчитывалась исходя из мощности двигателя вот подбиралась главная пара подбиралась грязь на соотношение и 4 прямая высший плячь это было прямой вот после чего начали добавлять е-передача была повышающей для экономии там движения на трассе они невозможно достичь максимальную скорость максимально по-прежнему или до сих пор это так и есть достигается на прямой передаче вот и под это рассчитывается от повышать 5 ну все и сегодня уже стало там по 2 повышать передачи начали делать то есть может даже и по 3 до 100 но обычно там повышающие это 5 6 передачи 2 передачи для экономии максималка все равно по-прежнему обычный 4 и а что это привело это вот как раз привело к тому что вот эти вот ей передачи они очень быстро выходили из строя по причине отсутствия смазки в них то есть сделать эти передачи до сих пор добавляются так как немножко небольшой костыль коробку механическую и отсутствие смазки на вот этих высших передачах это проблема вот она с 90 с ранних 90 как началась так и танец до сих пор и все вот механические коробки уходят именно из-за отсутствия смазки при длительном движении над передачах особенно когда современные моторы достаточно неплохо нет снизу вот когда вы начинаете в городе правильно делать на самом деле для экономии так это и нужно втыкать пятую передачу там шестую даже в городе на невысок скоростях то правильно самом деле вот но механической коробки от этого кажется становится очень плохо опять же причине отсутствия смазки принудительно смазка там это масло насоса там масло не подается никуда принудительно она никак не разбрызгивается никаких маслофорсунок ну соответственно капс до этой коробки приходит очень быстро есть так есть ну как быстро ну 100 150 200 коробки механические ходят легко но потом особенно это часто проблема на тяжелой технике на бусах вот если вспомнить все очень слабое место на самом деле на всех т-третьих т-четвертых т-пятых volkswagen вот этих бусиках на их коробка самое слабое место самом деле ну да конечно когда это какой-то пассажирский мультивальчик на нем проблем нет ну когда это бусики из какой-то более-менее нагрузкой да и когда он старается и водитель экономит топлива как коробка ушатывается моментально вот и как-то не странно этих машинах когда мы начали стать автоматы там был период касалина настоящий гидотранс так вот гидотранс с радиатами там все было по-взрослому перехожу в разы перехожу механику но тот случай когда это часто это бывает когда вот это взрывает обывателю мозг но очень часто когда механическая коробка слабее чем автоматы то же самое можно сказать на toyota грузаках на сотках на восьмидесятках сломать автомат просто невозможно он ходит ресурс автомата сравним с ресурсом мотора это это переживает кузов легко вот а механики ушатываются очень быстро там и подходим плавно постепенно к тому что еще в коробках сильно страдает механические коробки главная проблема это вот эти штучки диски сцеплений здесь на дальнейшем сказать про устройство чтобы понимали вот это вот вот это вот эти лепесточки это не лепесточки это для красоты сюда упираются опорный подшипник пружина диафрагменная она как бы в обратную сторону действует и при нажатии вот эта сторона уходит вовнутрь корзины на корзине то тут часть ответная который чаще всего сильнее всего изнашивается и проблема заключается в том что дисциплине и так вот это дисциплине и его сила прижатия это вот диска она обуславлена вот именно жесткость это вот этой вот диафрагной пружины и очень быстро производители пришли к выводу что если у вас очень мощная очень крутая машина с серьезным моментом двигателем то сила прижима вот это диафрагной пружины должна быть очень огромной чтобы перед чтобы этот диск жестко блокировался и тем не менее все равно по передаваемым крутящему моменту вот этого диска фрикционно вот это вот накладки ее просто не хватает вот если вспомнить спорткар опять же из ранних 90-х то выжать сцеп педаль сцепления даже с гидравлическим усилителем было практически невозможно то есть усиленная педаль сцепления могу заселять около 100 килограмм все из-за того что мои машины были бы очень мощные и вот эта пружина сделалась сверх мощной корзины были значительно больше то есть когда мама мотор начинает привязать больше крутящим метод это вот допустим это вот диск сцепления от 1.6 и корзина от 1.6 моторчика да а вот это вот 1.9 дизель да но ты разница вы видите сразу невооруженным взглядом вот и проблема заключалась в том что когда вы делается мощный мотор вы еще больше чтобы передавать крутящими увеличить диаметр этого диска вот диаметр корзины диаметр маховика увеличивается вот и увеличивается сила который прижимает правильно пружина при прижимать диски она приводила тому что даже еще раз повторюсь гидравлическим усилителем сцепления гидравлическим сцеплением усилий были огромными выжать при мощном моторе вы же сцеплениях было очень трудно практически невозможно особенности там за рулем девушка неподготовленный человек для него это являлось шоком настолько была тугая педаль опять же потому что передать крутящими было просто невозможно и всех механических коробок есть такое ограничение вот почему начали и собственно говоря в первую очередь почему начали уходить от механических коробок в сторону даже в сторону dsg там сцепление значительно мощнее мокрое собрать да почему ушли в сторону gt-автоматов на мощных машинах потому что там нету вот этой вот пружинки которая является единственной вещью которая прижимает диск сцепления собственно корзине к маховику который сжимает между маховиком и корзиной сжимает диск сцепления вот и собственно жесткость пружины вот этой собственно обеспечивала всегда максимальные ограничивать максимальный крутящий передаваемый момент и как-то не смешно звучит но вот эта штука не может передавать крутящими достаточно большой в этом всегда была проблема и с этим ничего поделать нельзя это фундаментальное ограничение вот такого принципа когда мы выжимаем сцепление и размыкаем двигатель собственно говоря со всей трансмиссии по-другому сделать ничего не делать нельзя и до сих пор никто ничего не придумала на механических коробках если мы рассматриваем конечно роботы особенно же мокрые роботы вот эти с двумя сцеплениями так там идут я вот показывал сейчас покажу извините отвлекусь вот если мы рассмотрим dsg у я в ролике показал там есть такие от пакеты пакеты сцепления вам хорошо на видно вот они фрикционные все эти вещи вот фрикционные накладочки да они между собой сжимаются их много как вы понимаете и они могут сжиматься именно с усилием достаточно высоким потому что может стоять именно специально отдельный насос который увеличивает усилия сжать от этого пакета и благодаря этому крутящий метр можно передавать очень высокий если сравнивать это роботами сцеплениями если сравнивать с механической коробкой то вы не можете увеличить усилия прижима диска сцепления просто никак если в dsg вы можете специально это спроектирована была эта коробка то здесь у вас какую пружинку поставили плюс она проситает со временем теряется упругость и усилия вот прижима но все фиксировано и заложено изначально конструктором как жесткость этого диафрагменной пружины все . если вы мотор допустим даже чипуете как-то разгоняете а у вас диафрагменной пружины никак не поменялось ну соответственно ну вот крутящий момент вы передать просто не можете начинать это все дело буксовать фрикционный слой начинает стираться все это разваливается эта проблема и проблем достаточно серьезно спортивных машинах быстро пришли к тому что механическая коробка просто не может придать у них никак вообще сцепление очень слабенькое сцепление не тянет вышли быстро от него ушли перешли к многодисковым сцеплением где усилия можно задавать в том числе дополнительными гидравлическими системами насосами специальными актуаторами исполнительные толкающими всякими вещами это конечно увеличило сильно увеличил передачи крутящий момент особенно когда ушли от одного вот этого фрикционного просто диска к пакетам там конечно еще более увеличилось усилие сжать еще более увеличиваться переда в максимальный период крутящий момент и проблема почти может быть была решена вот потому что пакет от этих вот фрикционные пакеты которые применяются в том числе и в муфтах полного привода не могут передавать там до там сколько двух-трех тысяч ньютонометров до что принципе уже достаточно если мы говорим про именно сцепление мы всем говорим про передачу конечно инерции каких-то да и блокировку полного привода только что мало то есть на внедорожниках мотором это конечно свернуть невозможно но если мы говорим про инерцию двухтонного автомобиля то автомобиль который движется под инерцией он конечно своим весом плюс умноженный на скоростью провернет 2000 ньютонометров это не о чем на самом деле в данном случае там бывает значительно больше и так собственно и сворачиваются муфты да именно не мотором а инерциями но это уже если мы говорим про полный привод и фрикционные муфты там с моторами быстро пришли к тому что это все ограничено очень сильно и дальше мы подходим к внедорожникам плавно подходим к внедорожникам почему собственно говоря много рассказывал и это будет следующей лекции почему при попытке эксплуатировать вот механической коробки внедорожник как бы быстро пришло понимание что это крайне неудачная коробка для бездорожья на очень плохо там работает вот из-за того что здесь очень много продуктов износ очень много фрикционной пыли сделать герметичным вообще колокол механической коробки и вот эту вот корзину не представляется возможно во первых у вас есть вилка которая выжимает собственно говоря вот этот вот выжимной подшипник опорный подшипник выжимной вот он выжимает диафрагмную пружину я здесь вилка которая идет от педали сцепления которая собственно его при прижимает вот сюда вот придавливает и собственно осуществляет эту всю магию этого прижима вот эту частью которая здесь подвижно руками и конечно не прожать тут очень мощная пружина стоит ну я говорю с гидравлика очень трудно здесь вручную без без рычага это вообще практически невозможно но собственно говоря этот весь механизм с выжимным подшипником его очень трудно сделать абсолютно герметичным плюс постоянно огромное количество продуктов износа здесь накапливается поэтому колокол корзины в принципе никогда герметичным не бывает вот вот этого всего дела на механических коробках и в случае бездорожья в случае какой-то грязи попадание сюда воды попадания сюда песка попадание сюда не знаю глины еще каких-то субстанций она просто неизбежно и исправить многие пытались это как бы исправить многие пытались герметизировать не работает то есть это просто невозможно и приводит к тому что случае грязи бездорожья это все дело моментально отказывается работать продолжая дальше проблему от механических коробок также главной проблемой на безрожье является то что невозможно плавно сомкнуть сцепление и плавно включить работу связать колеса с двигателем все дело в том что вот это это всегда всегда небольшой ударчик и рывок пускай микро рывок пускай даже вы буксуете либо вы совсем буксуете и сжигаете нафиг вообще принципе фрикционных слой и при этом все равно в какой-то момент произойдет рывок где-то позже где-то раньше но это случится вот это все равно проблема на гидротрансе на гидроавтомате вот этого не бывает никогда потому что плавно буксует гидротранс внутри он плавно повышает крутящий момент и плавно вводит в зацепление колеса ночи передает на них какую-то угловую скорость вращения начинает вручать колес придет не крутящий момент здесь же собственно говоря проблема заключается то мало того что вы сжигаете мотов бусусе так более того при пробуксовке в этом нет снижаете здесь и гидротранс момент пробуксовки повышает то здесь это снижается эта проблема и проблема заключает в том что любая попытка плавно пользуется такими сцеплениями потому что вы их просто изнашивать очень сильно не разрушаете конечно да это фрикционный слой в принципе достаточно большой достаточно с большим запасом тем не ничего хорошего самом деле в этом все равно нету и чтобы не думали вот эти вот пружинки которые здесь демпферные пружины которые находятся на дизеле они помощнее на бензиновом моторе они поменьше но они кстати здесь двойные вот тут есть упор и то есть как вы понимаете с двух сторон справа слева этот меня вот эти пружины они двойные а сверху и снизу это не двойная там просто упор чтобы эти пружины не схлопывались не было их замыкания вот на самом деле все это очень слабо работает это значит только для того чтобы в момент смыкания не было удара не было этого талятка вот эти пружинки практически не работают плане крутильных колебаний прочих и теперь мы плавно подходим к следующему минусу механических коробок который появился недавно скажем относительно начиная с двухтысячных примерно с двухтысячных конец девяностых сначала двухтысячных и был связан на самом деле не с коробками а был связан с развитием и плавной вот этой вот эволюции двигателей это вот эта штука так должно быть но я уже немножко побаловался пилить до конца его не хочу потому что достаточно много надо сюда угрохать честно говоря дисков газа у меня нету чтобы это разрезать быстро жалко денег и в принципе достаточно никудышная процедура внутри нам находится пружинка которая расположена то видите вот здесь вот выступ круглый вот отсюда вот внизу одна пружинка полностью занимает здесь 2 пружинка полностью занимая все пространство соответственно часть внутренняя часть это может проворачиваться вот вот сейчас видно покажу вот на этой пружинке она должна проворачиваться относительно и что-то там гасить идея заключалась но почему появились двухмассовые маховики это ответная часть на самом деле если взять корзину сцепления то есть она так прикручивается внутри находится диск она прижимается была была эта штука начал заменять классическую металлическую болванку чушку просто маховик на котором стоял вот этот вот диск зубьями за который цеплялся стартер который прикручивался коленчатому валу с другой стороны собственно говоря стало сцепление там шла уже вся коробка там которая идет дальше за ним это могут быть робот для сцепления это может быть механическая коробка передач это можем все что угодно здесь можно повесить любую скажу коробку сучас не в этом разговор не про то а собственно говоря что появилось послужило главной причиной откуда вообще взялись двухмассовые маховики тут есть очень много я специально там глянул что говорят люди на эту тему есть очень много заблуждений классическая из них что заговор производителей что ездили же машины без них нафиг они нужны и все такое еще раз на самом деле двухмассовые маховики это проблема механических коробок и появлением вот этого узла мы обязаны двигателем и их развитию их эволюции все дело в том что когда двигатели начали развиваться в сторону увеличения мощности сторону увеличения их рабочего диапазона когда бензиновые двигатели и дизельные двигатели стали крутиться немножко дальше когда у них начали появляться какие-то достаточно сильные моментные режимы когда у них усиленно улучшилось наполнение когда опять же турбины начали научили дуть очень низко и сильно достаточно низких диапазонов а вот выяснилось что коленчатый вал коленчатый вал двигателя просто не справляется нагрузкой вот и вот это привело к появлению двухмассового маховика тут на самом деле проблема не только коленчатой валя проблема в том что попытки снять больше мощности производители и снижали механические потери в двигателях благодаря этому развитию двигатель внутреннего сгорания современных моторы стали легче поршневая стала легче бензиновые моторы стали значительно дальше раскручиваться то есть если мы говорим старый какой-то бензиновый мотор для него там около 6000 уже была там красная зона и это было уже потолок современный бензиновый мотор смело крутится в семь вот да понятно что до сих пор еще ну про про турбу только отряд сейчас не надо писать в комментариях что у меня там тса и он не крутится turbo не крутится то что не турбина то что турбины есть свой диапазон турбина не может крутиться далеко есть возьмете атмосферный мотор то многие атмосферные моторы крутятся всеми вот не всегда это скажем так явно афишируется потому что не всегда это благодаря этому можно пройти но это мешает проходить экологически некие там тесты но тем не менее современные бензиновые моторы крутятся дальше где-то там незаметно где-то там на 100 на 200 оборотов красная зона задвинулась а где-то существенно есть моторы которые начали крутиться в 9 вот есть моторы которые крутятся 8 это прям гражданские моторы там 7500 тут у mazda sky mazda вообще никогда не был крутильным мотором но sky активы двухлитровая но правда версиях да ok не награждаться не совсем гражданская машина до mx5 это все-таки вот ндшки это все-таки не совсем гражданская автомобиль но тем не менее это достаточно длинноходный атмосферный мотор который стал крутиться по всем 500 а раньше там для него 6 тоже было это был плоский такой момент на низовой моторчик который никуда не уезжал но просто благодаря развитию облегчению поршневую группу начал крутиться дальше почему я рассказываю про облегчением потому что облегчая поршневую мы выключаем и коленчатые валы мы облегчаем все остальное мы в том числе облегчаем и маховик и производители вот постепенно развивая в сторону увеличение мощности улучшение энерговооруженности двигателей с литра объема начали снимать значительно больше ну вот ну в том числе за счет облегчения пришли к выводу что обратились до того что моторы уже на пределе и коленчатый вал в определенных режимах ломается пополам то есть первые столкнулись эти дизеля вот владельцы discovery 3 не дадут соврать мерсовские моторы 600 какой-то семена нет это старый 17 11 что-то 11 по мотор рядная пятерка который был там я запомнил честно индекс вот на спринтерах часто развалился коленчатый вал либо и либо не разваливался а износ вкладыши был очень критичный до убивала вкладыши на некоторых экстреллах там некоторые вкладыши прямо выгрызает нам чуть не кавитация к это возникает все из-за того что биение по коленчатому валу стали очень высокими вообще крутильные колебания на коленчатых валах были высокие опять же это все следствие того что облег облегчили снизили потери увеличили мощностью лучше наполнение впрыск развился очень сильно все это привело к тому что коленчатые валы перестали держать этот удар очень хорошо это показано в ролике концерна вак про именно маховики вот эти дух массовые они явно демонстрируют что когда особенно дизеля начали отдавать свою мощность достаточно в низких вот этих вот режимах когда появился тут полка момента да вот видно на роликах что вот эти вот крутильные колебания в зоне около 900 там 1000 оборотов стали очень высокими вот и как с этим боролись раньше во первых раньше просто физически это было сделать невозможно моторов таких режимах просто никогда не ехали есть брать даже дизеля они ехали ну грузовые не берем там все очень рабочий диапазон очень сильно зажатность брать легковые моторы даже дизелька вы дизеля не там меньше двух двух 500 не ехали никуда сейчас ликого дизель нас полутора уже практически максимально ключи момент это все как приводит к таким от явления потом действительно да вот облегчение увеличение удельной мощности опять же все это увеличил вот эти проблемы и если раньше в случаях особенно на грузовых моторах просто что делали взяли и сделали более мощный коленчатый вал сделали вот здоровым увеличили его мясо чтобы он не разваливался что он противостоял этим крутильным колебаниям увеличили массу маховика соответственно которой масса которого рассчитывается исходя из массы коленичитого вала это просто как балансир выступает да но опять же слишком сильно увеличивка массу коленичитого вала нам собственноARY надо его как-то уравновешивать собственно говоря массы поршней но на самом деле себя пляж наоборот от массы поршней пляж на массы противовеса коленчатый вал но тем не менее все равно это все связано и когда мы сталкиваться с такой проблемой что коленчатый вал на грузовой технике допустим не удержит его обычно просто увеличили его массу и это при тому что удельная мощность падает таких случаях вот то есть если мы сделаем это на современном машине вот многие гаражники очень часто заблуждаются давайте вот мы поставим в нафига вот это все было делать давайте мы поставим обычный маховик нафига вот это все сделали бы как раньше какой-то в любимых там жигулях копеечки в 60-х был он и гаражники до сих пор живут устаревшей древней техникой ну жаль ребята но ну не знаю не разобрались есть хорошие ребята умные даже суд самоучки есть такие достаточно пройден таланты но видимо нет ним не поняли не поняли не разобрались не хватило времени желания в этой теме глубоко погружаться проблема заключалась в том что нельзя просто взять увеличить мощность и прочность коленчатого вала без увеличения его веса вот и любая попытка что-то здесь поиграться потому что мы теряем мощный мы теряем в отдельной мощности двигателя они становятся жрать начинают топливо ведрами никуда не ехать никуда не разгоняться у них падает отсечка смысле вот этот режим работы сужается очень сильно мы не можем их закрутить из-за того что огромные массы до которые надо вращать на которых начинаются всякие нехорошие там и износы и потери и разрушения и так далее так далее все это при тому что просто так просто так увеличить прочность конечно вала нельзя и производители пошли по такому пути что они начали делать вот эти вот маховики опять же ты включу ролики за audi который явно показывает о том что вот это именно маховик бы приду для того чтобы эти вот опасные крутильные колебания для коленчатого вала снять маховик не предназначен для того чтобы увеличить комфорт салоне нафиг вы никому не нужны ребята особенно бюджетных классов срать на все хотели вы не вы в классе вы не мэрсе 222 да вы не в с классе вы не там не какой-то привилированном там супер этом длинном лонг седане находитесь вы ездите в дешевом bcd классе и этот маховик вам нужен не для комфорта для того чтобы ваш мотор не развалился точнее коленвал не лопнул пополам вот именно для чего этого нужен причем я обращу внимание что люфт на самом деле вот этот стук многие говорят что у меня маховики вот я вот рисун стучит опять же ролики audio показываешь насколько должен стучать ребята он так и работает весна что здесь не должно быть вот это вот свободного хода большого свободного хода на пружинках вот этого быть не должно проблема износ заключает том когда вот этот пружинка я не хочу пилить посмотрите в интернете куча роликов распилены маховики это одна пружинка 2 когда она просто устает механически вот упругость теряет она просаживается, и тогда этот маховик начинает стучать. Ну, все, проблема. Да, этот узел, он спасает ваш мотор, он позволяет вашему мотору выдавать больше мощности, он позволяет вашему мотору крутиться дальше, он облегчает благодаря вот этому, вот тому, что спасает коленчатый вал, он позволяет сделать его достаточно легким, чтобы мотор выдал больше, закрутился дальше, поехал лучше, сожрал меньше топлива. Вот это все окупается, собственно, деньгами. И то, что говорят, что извиняюсь то что говорят что его дорого менять но ребят на самом деле если поставить двухмассов маховик по-хорошему заменить то есть от двухмассов на одномассов по-хорошему вам нужно есть то есть комплекты и есть моторы на которых ставится это это специально сравнивали софт на низах моторы с одномассовыми маховиками отрезаны вообще полностью то есть вот этот диапазон опасный диапазон там 900-1000 оборотов на этих двигателях просто исключен из работы то есть там как бы анти чип сделан то есть там крутящий момент сильно подрезан вот есть такое понятие моментным модель в современных моторах и она именно причем это не в картах это не в картах прописано часто это прописана отдельная логика 1 логика ветвление именно в моментной модели когда вы отключает монетную модель там может мотор выдать угугой многие чё по раз ты как я их называю именно в первую очередь ушатывает двухмассов маховики бездарным чипом то есть они вот в том режиме этот маховик испытывает максимально эти нагрузки пытаясь сгасить и спасти вас коленчатый вал от того что он сломается пополам вот в этих моментах чепарасты у мотора там большие возможности есть на самом деле просто не спрятаны чтобы спасти вот этот узел вот и dsg чтобы спасти во многих режимах подрезается крутящий момент снизу ну и чепарасты там находят очень много и удивляются о производитель там что-то спрятал лох там инженеры дураки и все такое ну окей так что ребята механические коробки это собственно опять же вот не совсем механическая коробка до хотел уже подводить итог но скажу еще одно не что вот эта штука ставится на механические коробки и те коробки которые близки к механическом по вот это способу включения до когда у нас есть резкое включение и нет никакого демпфирующего элемента в трансмиссии к которому в альтернативных коробках выступает гидротранс это вариаторной коробки это собственно сами автоматические коробки на гидротрансах вот в них вот этот демпфером служит сам гидротранс случае вот этих вот колебаний предельных да у вас гидротранс размыкается отключается блокировка и все эти колебания просто гасятся в масле уходит в никуда на механике пришлось изобретать вот такое это по сути вот эта штука дух масса маховик это такая механический аналог механический аналог гидротрансформатора не настолько надежно и значительно конечно хуже потому что гидротранс его масло поменяли и буксуйте дальше или допустим охладили тоже бы сути дальше или просто не перегреваете очень буксуйте вечно вот здесь пружинка механическая висот которая расположена две механические пружинки они изнашиваются они теряются упругости собственно все привет менять приходится узел то есть железо чушка железная здесь без проблем и сломать ее достаточно трудно но износу потеря упругости этой пружинки усталость на износ металла он просто неизбежен и это приводит к замене вот это казалось бы блин ну что там там ломаться реально нечему ну и как причине до распилить просто нет пружинки ставить назад все все поехало дальше бесполезно что-то еще делать все эти люфты которые там находят там каких-то вот вот войсках все это чушь собачий значит только пружинка он должен немножко болтаться повторюсь это было показано наглядно в ролике ауди там до должны быть эти вот массы которые собственно равновешивают вращение коленчатого вала не должны немножко гулять внутри это нормально вот и не надо ничего там возьмите новый тот также болтается вот собственно механическая коробка повторюсь буду делать резюме это не самая удачная коробка это не самая лучшая коробка это тупиковый вид развития на которую все забили болт уже давно у нее есть ряд ограничений она достаточно слабая главная проблема две главных проблемы внутри в механике самой коробки заключается и на всех ありзатора так за которой которая и самое слабое звено и которые заметили переключение механической коробки и вторая проблема коротких коробке что она смажутся разбрызгивание там нету никто принудительные смазки потачи масло и часто в коробках из-за этого смазка недостаточно и коробка механический изнашивается вот именно из-за недостатка смазки из-за отсутствия при我們的 масла в ней никто делать не будь не хочет эту пикить никто уже никто не за не занимается дальше механические коробки это способ смыкания этой коробки с двигателем точнее размыкание коробки с двигателем это сцепление у нас ограничена жесткость это вот диафрагменной пружины из-за этого мы не можем передавать большой крутящий момент потому что сильно педали так уже предельно даже с гидравлическими усилителями сцепления вот в грязи это все дело выходит из строя моментально то есть и люди которые ездят грязи им приходится довольно часто менять сцепление даже когда они сильно не изношены вот пружинки напомню здесь нет для того чтобы гасить колебания для того чтобы обеспечить более плавное смыкание сделать они таким ударно резким вот проблема не герметичность опять же колокол из-за того что у вас есть вилка из-за того что есть много фрикционной очень пыли вот которая никаким маслом никакие фильтра никуда не ловится как это допустим работает в мокрых коробках dsg вот и фрикционная пыль точно также осаживается в фильтрах автоматических коробок в фрикционной пыль везде проблема но здесь она просто водится и колокол не делается герметично просто потому что это пыль должна куда-то улетать вот и это приводит проблему на бездорожье прямо грязи плюс перегрев невозможно смыкнуть смыкать плавно и так далее это проблема механических коробок но и современный полем механических коробок это производитель был вынужден из-за того что в механике такие трансмиссии отсутствует какой-либо демпфер они вынуждены были его придумать вот чтобы спасать коленчатые валы современных мощных моторов то есть если вы хотите снимать с мотора максимум без двухмассового маховика вам не обойтись вот на низах либо убирать не не за полностью у двигателя потому что пока мотор из этих крутились хочу вам сказать пока никто не пытался их турбить очень низко пока не пытались снимать очень высокие крутящие метры на низах принципе маховик двухмассовый вот особо и действительно был не нужный если соглашусь да и даже одна масса маховики облегчали когда мотор пытались закрутить как можно дальше полностью отбрасывая все там режимы на низах то конечно там даже одна массовые срезали максимум чтобы облегчить все дело чтобы еще дальше закрутить опять же облегчение облегчение ребята да почему коленчатые валы облегчает чтобы закрутить вот но когда моторы начали продаваться на гражданских рынках для обычных потребителей для домохозяек где нужно ехать во всем диапазоне до ехать ровно без провалов тяги вот в таких режимах конечно без двухмассов уже было не обойти если хотите эксплуатировать современный мотор с низким расходом топлива с хорошей отдачей с хорошей реакции на педаль газа не меняйте не убирается ни в коем случае вот если убрали исключить полностью весь убрать двухмассовый маховик исключить диапазоны там меньше там ну считается 900 1200 опасно но на самом деле до 1800 это еще вот колебания еще есть они есть после 2000 ты опять же на ролик аудио показано практически они уже отсутствует опять же если у вас в 6 в 8 3 цилиндровые моторы если он стоит там это все не так да именно плоские 4 цилиндровые моторы когда у вас коленвал через 180 градусов вот именно там вот без такого маховика обойтись нельзя вот такой с ним получился ролик так что если говорить про механическую коробку это давно устаревшее барахло вот единственным преимуществом кей преимущество преимущество не говорил на если преимуществом ну вес вес простота в ремонте потому что уже сколько мы на них ездим и уже все примерно представляете внутри и умеют и понимают что можно что нельзя мне делать и как крутить ну плюсы а знаете какой плюс чем может быть на механической коробке и то есть вот пытаться есть максимально эффективного режиме мотора потому что у механической коробки есть глаза это ваши глаза глаза водителя и водитель может выбирать именно максимально эффективный режим от эксплуатации механической коробки и мотора загонять мотор при помощи коробки максимально вот это вот пользуется То есть это графики выкладываю, BFC-графики, в которых производители тестируют свой двигатель, показывают, в каких режимах мотор показывает максимальную отдачу, эффективность. Вот эти вот самые лучшие грамм на киловатт, отдельный расход топлива в каких режимах, самые лучшие. А на механике это, конечно, очень просто делать. На автомате нужны ручные режимы иногда. Ну, в принципе, вариаторы, единственные коробки, которые я много раз говорил, что они лучшие в городе, что вариаторные коробки, они как раз позволяют это делать сами. И водителю еще париться не надо, просто ехать, нажимать педали и не дурить голову. На всех остальных, чтобы максимально эффективно ездить, конечно, нужно немножко какие-то больше делать в ручных действиях. На механике, поскольку тут, в принципе, только ручные действия предусмотрены, это как-то немножечко полегче, чуть-чуть полегче делать, чем на автоматах. Ну и все, больше здесь минусов нет. Устарелая коробка, с сомнительной надежностью, непригодная для бездорожья. Сейчас будет куча комментариев, понятно, ладно. Вот, но непригодна для бездорожья. Хотите, если бездорожье, нужны гидротрансы обязательно. Вот, с кучей проблем, ограничений. И, кстати, если уже говорить про эту штуку, ну, ни хрена она не дешевая, на самом деле. И современная механическая коробка, это такой тупик, который еще и дорогой. Вот. Ну вот, а над этом все. До новых встреч, до попрошения.